Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Хранитель Кладбища. Это был обычный день, наш герой спешил домой, где его ждал кто-то очень особенный. Ведь даже в каждодневной суете можно находить время любить и быть любимым. Особенно если знаешь, что тебя ждут дома. Да, ребята, именно так и начинается наша история. Что случилось? Где все? Успокойся, просто это новая страница твоей жизни. Впереди тебя ждет абсолютно новая глава. Но мне надо домой, можно я пойду домой? Путь домой всегда существует. Хм, посмотрим, твой новый дом, кладбище. Что это значит? Я умер? Это значит, что ты теперь Хранитель Кладбища. Но мне нужно вернуться домой, к любимой. Тебе нужно быть хорошим Хранителем Кладбища. Тебе следует откопать Гэри, он поможет освоиться тут. Кого? Странный сон, или не сон? Хорошо, попробую найти этого Гэри. Ну что же, ребята, вот так вот начинается у нас игра. И пойдемте искать. Так, Е, выйти. Графика на уровне, мне нравится такая стилистика. Так, Ф. Ф. Выкопать, да? Ага, понял. Святая Бухлишка. Ба, да я же череп. Ты есть Гэри? Ты с чего это взял? Человек с красным глазом сказал мне откопать Гэри. А, красный глаз, помню, помню. Раздери меня, алкоголь. Я ведь действительно Гэри. Как ты меня нашел? Мужчина сказал мне, что ты ответишь на все вопросы. А, да, мужик сказал, ясно. Только скажи для начала, ты кто такой и что это за место? Хм, сплю или в отключке? Этого не может быть на самом деле. Хм, ты новый хранитель кладбища? Что еще я помню? Надо поднапречься. О, я помню этот звук. Ну-ка, пошли посмотрим. Сюр какой-то. Бессмысленный бред. Я точно помню этот звук. Блин, что ж такое? Только будь осторожен. Этот осел какой-то неправильный. Опасный тип. Ой, ребята, что-то мы там пропустили с вами. Хе-хе-хе. Е. Доставка свежий, труп из города. Ничего себе, говорящий осел. Хм, ты, ты понимаешь меня? Давай говорить. Кто ты? Я пролетарий, эта тележка не моя. Я вынужден работать на капиталистическую свинью, которая ей владеет. А получаю я за это всего пять морковок в день. Хм, ты, 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 ты. Вся эта ситуация жутко унизительна. Ты же понимаешь, о чем я говорю, товарищ? Хе-хе. А главное, этот гад притворяется, что не понимает то, что я говорю. Хм, ты, 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 ты. Эх, мне нужно возвращаться в город. И избавься от этого трупа. И я привезу тебе еще. Какое странное место. Хе-хе. Оп, и трупачок, ребят, лежит. Эй, черепушка скачет. Ну, чего оставился? Давай, хватай труп, пока он свеженький. Зачем? Думаю, тебе надо отнести его в морг. Правда, я не помню зачем. Но я уверен, что это будет весело. А может быть, даже прибыльно. Боже, меня сейчас тошнит. Хватит ныть. Использую Е, чтобы поднимать и выбрасывать большие предметы. Понял, ребята. Так, подожди, это не то. Да, ребята, он портится, у него 98% уже свежести. В рот мне ноги, отличное место, почти как дома. Давай, клади тело на стол для аутопсии. Так, что дальше? А, срежь немного мяса с тела, начни с того, что посочнее. Офигеть. Ни за что. Это неправильно. Ах, да, неправильно. Простите, извините. Как я не подумал. Может, потому что я, говорящий череп, контуженный на всю гоу. Так сказать, полностью контуженный. Зато невероятно правильно, что ты понятия не имеешь, где находишься. И то, что ты разговариваешь с черепом. Это правильно? А здесь все неправильно. Так что хватит скулить. Делай, что вельно. Пообещай мне, что расскажешь, как вернуться домой. Просто обменяй мясо в местной таверне на пиво. Пххх. Говорящие черепа никогда не врут. И принеси это пиво мне. Ха-ха, вот борзой. Так, первый срез. Вы открыли новую технологию и получили знания. Так, чертеж. Препарационный стол. Так, палетта. И извлечь мясо. Ё-моё, ребят, мы что будем сейчас с трупа мясо срезать? Так, ложим. Аутопсия. Так, создается на препарационном столе. Извлечь. Оу, ребят, действительно, мы отрезаем мясо с трупа. Обалдеть, игра. Мясные фиесты, ёптурсты. Рецепт. Бургер, сэндвич и запеченное мясо. Отвратительно. Ничего, привыкнешь. И что теперь? Что мне делать с трупом? Не знаю. Давай похороним его. Забирай труп, и я буду ждать тебя на кладбище. Ядрёна ты вошь. Так, части тела забрать, конечно же, ребят. Хе-хе-хе. Офигеть, мы тут наяриваем. Ну что, вот оно кладбище, да? Вон черепушка. Так, нужно к ней подойти. Где тут вход-то, ёлки-палки? Так, здесь что ли? Нет, не то. Подожди, где вход на кладбище? Не понял я. Мост разрушен ему на стуку. А, вот. Блин, вокруг всё пошёл. Ну да ладно. Ну что, черепушка? Давай похороним его. Так, изучайте чертёжный стол на кладбище. Выделить место под могилу, а потом выкопайте его лопатой. Аккуратно поместите тело или то, что от него осталось, в могилу. Закопайте, задекодируйте, да? Внимание, не следует использовать козлины черепа и перевёрнутые звёзды в качестве украшения. Так, ржавая лопата мы с вами получили. Хм, а что я должен сделать? Так, построить место под могилу. Хорошо. Ну, давайте, например, для экономии вот здесь вот. Так, отлично. Теперь будем выкапывать, да? Ф. Ага. Так, отлично, ребята. Выкопали. Теперь, я так понимаю, нужно туда бросить. Похранить тело. И закопать. Ядрёный лошадь. Действительно, мы с вами рабочики. Отличненько. Похороны сертификата. Что-то вспоминаю. Деньги, алкоголь. Алкоголь. Хм. Видимо, я любил его. Очень. Тысяча чертей. Смотри, это же епископ идём. Он твой начальник. Хе-хе, епископ. Во-во, знаю. Спроси у него про похоронный сертификат. Он должен знать что-нибудь. Пожалуй, я пойду. Жду тебя в морге. С пивом. Хе-хе, ты черепуха. Пиво, куда тебе пиво-то, а? Ох-ох-ох. Ох, как надоело. И почему? Почему я должен приходить сюда каждую неделю? Пойдёмте поговорим с ним. А, хранитель, вот ты где. И? Не хотелось бы тебя расстраивать, но вынужден сообщить, что твоё кладбище в непотребном виде. А то я не знаю. Пока не починишь тут всё, даже не проси повысить тебя до клерика. Я не собирался, как бы. Так, название текущей области. Важная информация об области, качество кладбища, привлекательность церкви и тому подобное. Почини могилы, чтобы увеличить общее качество кладбища. Для этого могут понадобиться специальные ресурсы. Понятно. Рецепт. Деревянная табличка. Я получил. Скромные надгробия. Однако, когда качество кладбища будет как минимум на пятёрку, мы сможем поговорить о повышении. Ты выглядишь как человек высокой духовной организации, а я отразбираюсь в людях. Ха-ха. Я вообще хорош во всём, поэтому я был избран представлять его волю. Ха-ха. Твой предшественник хранил своё брако в этом ящике. Посмотри, что там осталось. Я вернусь через неделю. Вообще, я прихожу сюда каждый... Не знаю чего. Хм, может быть, это не сон. Может, я съел что-то не то на завтрак. Похоже, он ждёт моей реакции. Что ему ответить? А почему вы сюда приходите? Это часть моего долга. Неприятная часть. Что-то вроде старинной традиции. Я не могу знать абсолютно всё обо всех традициях и ритуалах. Я всего лишь представитель его могущества и славы. Ха-ха. У меня небольшой вопрос. Что такое этот похоронный сертификат? Когда тело упокоено, ты можешь обменять похоронный сертификат на деньги в таверне. Оу. Так. Никакой я не хранитель. Я просто шёл домой с работы. Как мне починить кладбище? Так, давайте-ка, как мне починить кладбище? Просто почини все могилы. Сам бы я сделал это за час. Но это твоя работа. Так, это мы уже читали с вами. Угу. Мне нужно домой. Это всё говорящий череп. Он заставил меня разделать труп. Ха-ха. Неплохая шутка. Знаешь, я и сам умею шутить. Слушай. Знаешь, кто тут как младенец? Кто? Я. Ха-ха. Вот индюк. Румяный и безгрешный. Так. Игнорировать. Так. Ну что, ребят. Я, наверное, думаю, что всё, да? А если тебе не хватает наборов для ремонта, то ты всегда можешь сделать ещё. Оу. Обучение технологии. Чтобы изготавливать предметы, нужно изучить соответствующие технологии. На что требуются цветные шарики? Нажатием «Тап» открывает дерево технологии. Красные шарики отражают работу руками и обработку материалов. Зелёные шарики отражают знания о природе, вещей и самой природе. Синие шарики отражают духовные познания о нематериальном мире. Вы получаете эти очки технологии, просто делая разнообразную работу. Также дополнительные очки можно получить, исследуя предметы, на специальном столе. Так. Склад камня. Так. И сбор. Понятно, ребята. Ага. Склад брёвен. Сбор рубка небольших деревьев. И сбор палка. С сухих кустов можно палки получать. Ну, а деревья, естественно. Брёвна с деревьев. О, ё-моё. Нифига тут технологии, ребята. Слушайте, а мне такие игры нравятся, где надо изучать, что-то крафтить. Так, хранитель кладбища, это ты. Там Герри у нас. Милый дом. Так. Ну что, в принципе, как бы так всё понятно. Мельком. Так, открываем. Ага. Здесь у нас инструменты. Так, ну что, забираем, наверное, с вами всё. Вот так вот. Отлично. Так, ну что, теперь нам можно... Ага. Вот, значит, как мы добываем с вами веточки, да? Или что это мы с вами получили? Я что-то не понял. А, палка, да. Всё, ребята. Две палочки мы получили. И ещё палки. Ну, нормуль. Короче, работа у нас, ребят, пошла. Так, палки. Загребалки мы с вами получаем. Так, хорошо. Могила. Так, я так понимаю, ребята, мы должны здесь починить. Ну-ка, попробуем. Деревянная ограда. Починить. Ну да. Как-то вот так, ребята, всё у нас это делается. Отлично. Так, надо, наверное, ещё доделать. Давайте-ка вот эту вот деревянную табличку починить. А ну-ка. Ну вот, совсем другое дело, ребят. С этим мы уже разобрались. Мы получаем, кстати, с вами опыт. За то, что вот это всё делаем, чиним. Так, хорошо. Так, по-моему, мы это уже делали. Значит, нужно нам следующее взять, да? На вооружение. Здесь можем что-нибудь сделать? Эксгумация. Нет, это нам не нужно. Так. А вот это можем починить? Да, вот здесь можем, ребят, смотрите. Починить надгробие. Слушайте, ну, прикольно, прикольно. В такой жанр игр именно хранителем кладбища не играл. Так, что такое? Почему не хватает? Чего не хватает? Не понял. Ресурсов? Нет. Я даже палочки не могу копать. Клумба. Клумба. Ха-ха-ха. Место под могилу. Так, секунду. Войти. Эта дверь заперта. Понятно. А это что у нас такое? Королевский почтовый ящик. Возобновить свою работу после открытия церкви. Так, читать. Эта область закрыта в связи с древним проклятием. За информацией обращайтесь к инквизитору. Слушайте, я не могу. Почему-то здесь замочек стоит. Нужна технология. Так. Пастор куда-то у нас пошел. Я не могу врубиться. Почему я ничего не могу здесь сделать? Вроде бы инструментов у меня пока хватает. Странно. А чего уж тогда нужно-то, а? Стрелочка мне куда-то показывает, ребят. Нужно, видимо, идти. Что за пастором? Нет. Так, а здесь я могу что-нибудь? Странно. Нужна технология. Да что за бред-то, а? В чем проблема? Так, построить. Сад. Хм. Так, а здесь у нас что? Место под камни. Ага, понятно. Место под бревна. Так, здесь у нас тоже пусто. Ничего нету. Так, это наш дом, ребята. Так, может быть, в сундуках что лежит? Люк закрыт. Ха, очень интересно. А что мне надо делать? Создать. Точильный камень. Ммм, не могу, ребята. Может, в толчок сходить? В толчок тоже не идет. Ну, карта здесь приличная. Так, светлячки нельзя их подобрать. Грибы тоже нельзя. Я даже не за, ребята. Так, рубка, козлы. Ох, нам тут разбираться и извлечь кости. Перк, мясник. Ты знаешь, как работать с мясом. Шанс, что извлекай органы. Ты что-то найдешь. Зашибись, да, ребята? Ты что-то найдешь. Представление о камне. Рецепт доска. Слушайте, ну, я так понимаю, для всего это нужно, там, пилорама. Это все, наверное, нужно нам делать. Так, ржавый топор. Ржавый молоток, ржавая лопата, ржавая кирка. У нас все ржавое. Ничего нового нету. Так, не хватает. Не хватает энергии, блин. Энергии не хватает. Ёлки-палки. Да кто же, блин, знал-то, что энергия там нужна? Хрен разглядишь. Давайте, ребят, тогда спать ложиться. Да, вот она. Пошла копиться. Ой, ёлки-палки. Пока допетрило, столько времени потерял. Ну, хоть разобрался, значит. Тут нужна энергия. Блин, я что-то как-то без задней мысли, ребят, что здесь вот. Я отлично выспался. Оу, как плохо, совсем плохо. Кем ты себя возомнил? Я новый смотритель кладбища. Ура, смотрите. Как же мы долго тебя ждали. Я Ёрик. И я так одинок. Бедный, бедный я. Как все плохо. Погоди-ка. Я же очень рад тебя видеть. У нас на кладбище есть один неприятный постоялец. Мы бы хотели от него избавиться. Можешь нам помочь? Я вообще не знаю, зачем я здесь. Герри научил меня только закапывать трупы. Ты Ёрик. А Черепон. Забавно. Ээээ, это полудохлая костяшка. Да, он нам завидует. Он-то может только мечтать о вечном покое. Кого я обманываю? Тут ужасно. Особенно тот парень в нижней правой могиле. Такой зануда. Избавься от него, пожалуйста. Просто выкопай его и выкинь в реку. Я могу тебе отдать это разрешение на эксгумацию. Украл, когда еще жив был. Какое еще разрешение? Разрешение на эксгумацию. Ну, чтобы тела выкапывать, для этого нужно разрешение. Прежний смотритель покупал их через почтовый ящик около церкви. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Прикольно, да, ребята? Чувакам надоел. Выкопай, пожалуйста. Выкини его в озеро. Чего тебе стоит? Так. Куда же мне, ребята, эти вот стрелочки до сих пор куда-то мне показывают. Надо шпиндрюкать. Ну что ж. Пойдемте тогда именно по ее указанию. Да, кстати, здесь, как я смотрю, нельзя ходить, где тебе захочется. Нужно именно только по тропиночкам, по дорожкам. Так. Что это у нас тут такое? Вход какой-то. Ладно, не будем отвлекаться, ребята. О! Пшеничная ферма. Сколько пшеницы здесь, ребята. Что, уже темнеет, что ли? Вечерок наступил, как-никак, на дворе. О, смотрите-ка. Огороды. Я что, в город, что ли, куда-то... А, в деревню, ребят. Так, сюда мне надо идти. Хе, войти, конечно же. Баду-баду, баду-баду, баду-баду. Думбу. You wanna be loved by me. Буб-буб, би-буб. Вообще, что ли, брякнулась? Что с ней? Привет. Чего тебе? Я хранитель кладбища, и я бы хотел спросить тебя кое о чем. Вижу, вижу. Знаешь, как часто мне приходится слышать подобное мямлянье. У меня нет на тебя времени, парниша. Возвращайся, когда обретешь уверенность в себе. Зашивись, да, ребят? Так, Шармель. Чао. Эй, друг. Можно тебе на минутку? Что это за шут Горохова еще сидит здесь? Что сказала тебе Шармель? Буквально отвалить? Ах, она шикарна. Вот только она не станет тратить время на кого попала. Ну, я не кто попала. Я хранитель кладбища. А скоро буду настоятелем местной церкви. Хе, как примитивно. Я известный поэт в узких кругах. Меня зовут Вагнер. Однажды я прочту ей свою поэму, и тогда мы... Впрочем, для начала мне нужно ее написать. А у меня кончилась бумага и чернила. Быть и может... Ты сможешь достать их? Хе-хе-хе. Хо. Так. Отдать не получится. У меня этого нету. Так, давайте спросим, где можно найти бумагу. Кое-что ты можешь найти в церкви. Ну, или сделать сам. Сам я не привык работать руками. Но такой опытный человек, как ты, наверняка справишься с этой задачей. Еще можешь попробовать достать их у старого звездочета, который... Он приходит к маяку. Каждый вечер, видимо. Он был моим поставщиком до того, как мы разругались. Так. Хорошо. Так, про звездочета спросим, ребят. Он просто старый дуролей. А я... Я три года. Ну, почти три года. Отучился в Королевском университете. С виду приличный ученый, а оказался идиотом. Он заявил мне, что земля круглая. Что за бред? Вообще-то она круглая. Ну, вы тогда точно поладите. Спятивший звездочет и кладбищенский сторож. Два гения своего времени. Хм, про это можно забавный стишок написать. Хех, ты шут. Похоже, этот звездочет опережает свое время. Может, он поможет мне вернуться домой? Он находится на скале к востоку от деревни. И, похоже, он уже давно не работает. Хорошо, хоть этот трактир еще работает. Благословенное место. Когда-нибудь я посвящу ему целую поэму. Даже про тебя в ней напишу. Ха-ха. Так, ну что же, ребята. Давайте отсюда, наверное, сваливать. Так. Хотя, погоди-ка, ребята. Мы видим еще, с кем можно пообщаться. Добро пожаловать в таверну Старая Кляча. Меня зовут Хор Андрик. И я к вашим услугам. Так, мне нужно еще пиво купить. Не забываем это. Наверное, у него. Я прямиком с кладбища. Я уже полдня тут. Но до сих пор ничего не понимаю. А, как же я сразу не понял, кто вы такой. Это же просто чудесно, что вы здесь. Наконец-то дела в нашей деревушке пойдут на лад. Но скажите, когда же вы планируете вновь открыть старую церковь? Ну, мне сперва надо привезти кладбище в порядок. Ну, разумеется. За ним так давно никто не ухаживает. Ну, что ж. Как я могу вам быть полезен? Так. Ну-ка, давайте-ка, ребята. Мясо у нас в деревне большой деликатес. С радостью куплю. Главное только, чтобы королевская мясная печать стояла. Хат, гад. Как-то давно у нас был тут инцидент с, так сказать, непотребным мясом. Вот с тех пор все мясо должно быть отмечено королевской печатью. А мне хлопот с городскими властями без контрафактного мяса хватает. Так есть на твоем мясе печать? Вообще-то нет. Ума приложить не могу. Где же ты мог взять это левое мясо? Но главное, что выглядит и пахнет оно аппетитно. Но если нет печати, то у меня руки связаны. Где я могу достать эту печать? Ну, ты можешь послать официальный запрос через Единую Королевскую Канцелярию. Их ящик есть прямо у твоей церкви. Ну, это влетит в копеечку. Есть, конечно, и другой способ. Я тебе по-соседски о нем расскажу. Ну, наклонись-ка ближе. Испари, кличут змеем. Так вот, сдается мне, что и есть у него фальшивая королевская мясная печать. Но я, по правде говоря, ее давненько не видел. Поспрашиваю Шермель. Она у нас поет каждое хризает утро, ночь. Уверен, что она знает, где найти змея. Спасибо. О похоронном сертификате надо спросить. Епископ сказал, что вы покупаете похоронные сертификаты. Да, это так. Согласно древнему договору, я как глава деревни обязан выкупать их. Конечно, только если у меня есть деньги. В каком смысле? Деревня сейчас переживает не лучшие времена. И у нас не так-то много свободных денег. Но с открытием церкви пилигримы заполонят тут все, и деньги потекут рекой. Так, торговаться давайте. Кстати, хранитель, не будьте ли вы так любезны и не занесете письмо местному кузнецу Крельсвальду? Конечно, где мне его найти? Он живет в юго-восточной части деревни. Так, письмо к кузнецу мы получили, ребята, с вами. Оу, кстати, а вот, ребята, у нас похоронный сертификат, который может быть продан хозяину таверны. Так, нам нужно взять пивко. Так. Так, кружка пива. Кружка пива. Так, сделаем. 35 метака. Оу, да мы еще в наваре останемся. Так, уровень качества 2, уровень качества 3. Так, ребят. Ну, это нам, в принципе, не важно. Оу, у нас еще денег полон рот. Можно, в принципе, нам что-нибудь для себя купить, да? Смотрите, оно восстанавливает энергию, хп. Так что, я думаю, что вполне-вполне даже. Так, 93 метака. Еще есть запасик. Так, омлетик. Блин, по-моему, перебор не... Перебор, ребята, как... А как убрать? Так, секундочку, что-то я не понял. А, ну да, вот так же надо, точно. Так, укладываемся? Да, ребята, вот сейчас укладываемся. Отлично. Ну что же, взяли пивка, омлетик. Так, я думаю, что пора нам покидать это все. Так. Ну что, наверное, нам нужно возвращаться домой, ребятушки, да? Вспомнить бы как. Так, тут у нас, смотрите, новые всякие эти открываются. Йорик. Харадрик. Владелец таверны. Епископ. И Вагнер. Герри. Хорошо, ребят. Главное, что у каждого описано, что им нужно и какие задания. Так, я хоть... Блин, я же вроде бы как-то быстренько досюда дошел. Ой, а почему я на карте не отмечен? Ну, как-то по-дурацки это, ребят, сделано. Обычно хоть какая-нибудь точечка должна отмечаться. Где я в данный момент нахожусь. Так. Ага, тут мне не пройти. Блин, обложили гады, обложили меня. Ладно, давай-ка попробуем на попятную пойти. Так, здесь нам хрен чего. Вот, я вижу большую дорогу, ребята. Наверное, нужно придерживаться. Во. Вот так вот пойдем. Ага, помню я эти огороды. Все правильно, ребята. А вот они и поля у нас идут. Поэтому возвращаемся с вами домой. Как раз мы взяли пивко. Нам нужно отдать черепу. Ну и посмотреть, что он нам поведает за него. Надеюсь, что-нибудь ценное. Так, а здесь что у нас? Ведьмин холм. По приказу великого инквизитора этот проход закрыт до утра, наверное, да? Понятно. Да, ребята, утро. Псс, иди сюда. Ты где был? Я был в деревне. Тут все такое странное, но выглядит как настоящее. И никого не смущает мое появление из ниоткуда. Светуя буклишка, ты прям с языка у меня снял. Снять язык, вспомнил. В подвале твоего дома был склад. Возможно, там осталось что-то съестное. Так, собирайте все, ребята. Ягоды, яблоко, съедобный гриб. Можно приготовить дома. Ох, хорошо, ребята, мы теперь можем с вами кулинарничать. Пшеница? Отлично. Помню, как пек хлеб. И пироги. Ммм, сладкие пироги с ягодами. Вау. Рецепт теста. Сдобное тесто. Хлеб. Круть. Тосты с лучком. Ох, как они хороши с пивом. Точно, пивом. Мне нужно пиво. Это сейчас смотрится как... Если бы я тебя использовал, да? Хорошо, принеси мне пиво, и я взамен расскажу тебе кучу всего. Например, как попасть домой. Вопросы? Так, а тропинки, может, спросим? Тропинки. А скажи мне... Этот вопрос был риторическим. Я что, похож на волшебную голову с ответами? Ну, вообще-то, да? Алкоголь мне в голову. А ты умный. Жду тебя на привычном месте. Нет пива, нет ответов. Вот хитрожопый скелет, а? Точнее, черепок. На обычном месте, я так понимаю, это, наверное, все-таки в морге, да? В подвале вот в этом вот. Или же нет? А, вон он стоит. Так, хорошо, пиво мы с вами взяли. Эй, где моя выпивка? На, держи, пивасик. Будь оно не ладно, сплошное расстройство. Нужно что-то покрепче. Ты вроде неплохой парень, так что вот тебе мой совет. Прекращай наворачивать круги по кругу, рассказывать всем, что ты из другого мира. Ну, вообще-то я просто хочу попасть домой. Возможно, если бы кто-нибудь дал мне такой дельный совет в свое время, я бы не лишился своего тела. Так что, если не хочешь закончить на костре Инквизиции, завязывай. Пожалуй, правда, надо быть поосторожнее. Ну, что ты хотел спросить? Хм, у меня вопросы. Как мне попасть домой? Легко, я уверен, тебе поможет портал на Ведьминой горе. И все? Я просто должен войти в него? Или мне нужно сначала его активировать? Тут очевидно одно. У меня нет мозга. Так что, я не совсем уверен, откуда у меня эти знания. Я рассказал тебе все, что мог вспомнить. Может быть, книги в библиотеке помогут тебе? Во, в подвале церкви находится библиотека. А может, молодой звездочет что-то знает? Он смешленый парнишка. Так, как попасть в библиотеку? Очевидно, через церковь. И сдается мне, погреб под твоим домом тоже связан с церковным подземельем. Там большая сеть туннелей. Они доходят даже до деревни. Сеть, сеть, слушай. А я когда-то любил рыбную ловлю. Вспоминаю. Однажды вот такую рыбину поймал. Черт, без рук не покажешь. Но поверь, она была огромной. Ненавижу байки про рыбалку. А однажды... Знаешь, мне пройти... Конечно, топай. Здорово, наверное, когда ноги на месте. Венца принести мне и забудь. Ха-ха-ха. Алкоголик. Так, ну что, можно еще что-нибудь у него узнать или нет? Так, спросить о звездочете. Помню, умный он и веселый, даже слишком. Но что-то мне кажется, что лично я его никогда не встречал. Вино любил. Со смотрителем маяка вроде дружбу водил. Каждую ночь устраиваю посиделки у маяка. Откуда я все это знаю? Рассказывал, наверное, кто-то. Так, где находится маяк? Ну, недалеко где-то. Копать колотить не помню, хоть убей. Ха-ха. Столько ты вопросов задаешь, не получаю я удовольствия от нашей дружбы. Ну что же, вину ему нужно. Ну, а пока, ребята, у меня много энергии. Давайте-ка куда-нибудь ее, наверное, с умом потратим. Так, починить. Морг. Сломано. Люк для сбора тел. Жесть. Тоже сломано. Охренеть. Это все нам, ребята, предстоит рано или поздно сделать. Завал. Так, здесь у нас ничего нету. Ладно, выходим. Ну что же, можно, в принципе, попробовать дальше чинить могилки, как говорится, да? Чтобы получить обалденный статус. Так. Давайте-ка завершим это дело. О, красота какая. Так, здесь давайте вот так вот. Могильный камень. Слушайте, интересно, а у нас увеличивается когда-нибудь вот эта вот полосочка с энергией или нет? Я думаю, что мы можем с вами потом в дальнейшем, наверное, носить какую-нибудь одежду или еще что-нибудь в этом роде. А может быть, какие-то инструменты, которые нам будут ускорять все это дело. В общем, одним словом, все это, ребята, впереди. Так, давайте-ка здесь, наверное, сделаем. Так, деревянный крест. Ой, погоди-ка. У нас, по-моему, что-то с вами не хватает. Инструментов, кажется, да? Так, место под могилу это не то. Ох, ребята, ребята. Ну, игруля мне понравилась. Так что вы тоже мне пишите в комментариях, стоит ли ее дальше проходить. Или же нет. Давайте-ка мы с вами, наверное, каких-нибудь ресурсов пособираем. Пока энергии еще куча у нас. Так, вот здесь, значит, для камня и для бревен. А здесь мы что можем? Так, используйте черчежный стол, чтобы получить доступ к строительству и удалению объектов в этой зоне. Некоторые объекты будут построены сразу, а некоторые потребуют дополнительной работы молотком. На что потребуется дополнительная энергия. Ага. Даже так. Ох, ядрена ты вошь. Ха-ха. Увеличить площадь двора. Тут можно... Ух, сколько-то впереди крафта, ребята. Жесть. Хотя мы с вами просто веточки добываем. Точнее, палочки. Ага. А вот у нас и камень пошел. Отлично. Опа. Шикандос. Ветки, камни. А, нам еще нужно, ребята, бревна. Да. На одних, как говорится, палочках кашу не сваришь. Естественно, нам нужны крупные бревна. Так. А почему это бревно ко мне не притянулось? Камни, значит, притягиваются, да? А бревно нет. Так, хорошо. Давайте-ка его возьмем. У нас с вами есть бревница. Куда мы можем складывать бревна? Ха, круто. А что мы с ними потом можем сделать, а? Ну, видимо, когда сможем сделать пилораму, будем уже бревна перерабатывать. Скорее всего, так. Тут еще самое прикольное, что помимо крафта, ребята, у нас здесь есть какая-то сюжетная история. Как-никак. И причем кучу заданий мы всяких получили с вами. Так, что же нам сделать? У нас энергии нету. А у нас зато есть с вами, да, ребята, у нас есть пиво и есть омлет. Если мы, например, съедим. Так, ну-ка, давай попробуем. Посмотрим. О, энергии прибавились. Значит, мы можем еще немножко с вами подобывать чего-нибудь. Так, мне вот единственное непонятно, что нам делать с этим куском мяса, который у меня. Где брать, как он называется, королевскую печать на мясо, чтобы мы могли сбагрить. А еще меня интересует такой вопрос. Будет ли у нас здесь какой-нибудь помощник? Или мы все это будем делать абсолютно сами? Так, положим. Отлично. Так, ребята, у нас еще есть кружка пива. Так ведь? Так, давайте-ка мы с вами, наверное, ее хлебнем. Так, использовать, естественно. Ну, пивко дает меньше энергии, чем омлет. Давай, вот эти вот палочки отсюда будем добывать. Так, шикарно. Что мы можем с вами построить? Так, доска нам нужна. Ну, слушайте, а чтобы доски, наверняка нужна пилорама, ребят. Без нее нам никак. Так, гвозди. Это тоже нужна кузница, я больше чем уверен, чтобы мы могли переплавлять. Ну, что же. Давайте, наверное, будем с вами завершать этот видосик. Ложимся, как говорится, спать. Ох, тут еще. Смотрите-ка, я могу. Сырое резанное мясо. Ой. Ягодный сок. В общем, прикольно. Что я могу сказать? Так что, ребятушки, давайте-ка завершать с вами на этом серию. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. И, надеюсь, продолжим играть в эту игру. Так что, всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok